В год Тимлюйский самзавод может производить 800 тысяч тонн цемента. Но пока в таких объёмах строительный материал не востребован. На заводе выпускают шесть общестроительных и ещё два специальных вида цемента. Проверяют его качество в собственной лаборатории. Готовую продукцию сначала испытывают с помощью пресса на прочность. Затем мы испытываем эту же палочку, уже половинки признаны, уже на сжатии. Как раз марка цемента и будет определяться. Эти испытания показали, что изделия получаются прочные. А значит цемент можно фасовать в мешки и отправлять на прилавки. Заводу есть куда развиваться, но для этого нужно получить финансовую поддержку от государства. Пока завод зашёт собственных средств, решает вопрос финансирования технического переводоружения. Но я думаю, что государственная поддержка тоже применима. Их надо продолжать пытаться применить. Поэтому у нас есть примеры, например, соседей Селингинской ЦКК, которые в поддержке активно пользуются. И, собственно, этот опыт необходимо перенимать и цементный персонал. Как вы знаете, Темлюйский цементный завод у нас единственный производитель цемента в республике Гурятия. В этом отношении полагаю, что встреча с министром промышленности и торговли Сергеем Сергеевичем послужит именно новому развитию в плане взаимно выгодного сотрудничества между республикой и холдингом сибирской цемент. Задачи-то у нас одни – делать жизнь лучше других. Недалеко от цементного завода располагается Темлюйский шиферный завод. Сейчас здесь не задействовано около 15 тысяч квадратных метров. Поэтому руководство завода решило запустить в здание резидента, чтобы делить расходы на содержание зданий. То, что мы видим сейчас, смотрится не очень хорошо, но сейчас начинаются ремонтные работы. И, соответственно, сюда заедет Тиммаш, Темлюйский машиностроительный завод, который будет заниматься в том числе созданием оборудования для различных видов производства. То есть производство оборудования для производства чего-либо. Новый резидент из Новосибирска. Поэтому конструкторское бюро Темлюйского машиностроительного завода будет находиться там. А в Бурятии компания лишь разместит свое производство. В ходе рабочей поездки министр промышленности и торговли Бурятии посетил и малый бизнес. В Кабанске эта автомойка начала работать зимой. А на ее открытие владельцы получили микрозайм – 2 миллиона 400 тысяч рублей. Мы взяли в фонде поддержку, настройку, мойки. То есть здесь вообще стояло старое здание. Мы реконструировали, убрали, построили новое здание. Закупили оборудование. Все фирменное, все качественное, чтобы было. Построили. У нас было много вообще целей. Построили кафе в аренду с друзьями и все это вместе. Также бизнесменам Кабанского района теперь можно воспользоваться услугами Центра предпринимательства «Мой бизнес». И для этого теперь не нужно ездить в Центр ОАН-УДЭ. Молодые предприниматели получают все необходимые консультации в Кабанске. Юридические, бухгалтерские консультации. Люди обращаются, поддержка наша востребована. Предпринимателям очень сложно разобраться во многих аспектах бухгалтерских, либо юридических. Сейчас законодательство очень сильно меняется, поэтому люди обращаются, люди обращаются много. И помогаем сразу. За полтора месяца работы с помощью удаленного рабочего места «Мой бизнес» два предпринимателя открыли ИП. И еще 50 человек воспользовались формами поддержки на общую сумму 38 миллионов рублей. Выдают микрозаймы, ставка льготная порядка 5% годовых. Ну, там различные продукты есть, да, поэтому где-то там за скорость предприниматели платят чуть больше процентов, ставка где-то, менее рисковые проекты, ставка ниже. Ну, средний уровень около 5% годовых. Ну, вот сейчас во время пандемии запускали отдельный продукт. Это такой очень уместный был продукт. Ставка была 2,5% годовых на первые полгода. Одно из условий для микрозайма – это сохранение рабочих мест. На эту поддержку из регионального бюджета выделили порядка 100 миллионов рублей. Андрей Слепнев, Валерия Каратуева, Жаргал Цариндашиев. Новости дня. Кабанский район.